Здравствуйте, товарищи! Начинаем сегодняшнее семинарское занятие, посвященное советам, истории и теории советов. На семинар были представлены два варианта вопросов. Поступили ответы по системе СДО. Все ответы я просмотрел, пока оценок не выставлял, но могу сказать, что в целом отвечают правильно слушатели. Единственное, что в этот раз нужно отметить, что все отвечают достаточно лаконично, коротко, но по существу. С другой стороны, такая лаконичность, она слушателей побуждает к тому, чтобы они выделяли какие-то самые главные, основные черты при ответе на вопросы. И иногда из-за этого ответ представляется не совсем полным. Я думаю, что сегодня в ходе нашего очного занятия здесь совместно с присутствующими здесь слушателями мы разберем все вопросы из первого и второго варианта. и будет возможность дополнить свои ответы, по крайней мере для себя, чтобы понимать сущность изучаемого вопроса, для того, чтобы четко себе представлять, что такое советы, как они создавались, что они себя представляют по сущности, почему советы являются организационной формой диктатуры пролетариата и какие перспективы возрождения советской власти в нашей стране. Итак, пожалуйста, кто-нибудь готовил по первому варианту? Первый вариант есть? Нет, я думаю, что по одному вопросу. Сегодня у нас достаточно слушателей. Пожалуйста, проходите. Итак, первый вопрос был сформулирован в Совете, как организационная форма диктатуры пролетариата. Пожалуйста, представьтесь. Я имя Константин, слушатель урочного отделения Красного университета. Советы как организационная форма диктатуры пролетариата. Диктатура – это навязывание собственной воли. Диктатура пролетариата заключается в том, что именно рабочий класс способен возглавить борьбу за свержение капитализма и полное уничтожение класса. Советы появляются во время Первой Русской Революции из статичной борьбы забастовочных комитетов. на основе общинной формы устройства жизни, организации жизни. При капитализме советы появляются на предприятиях, рабочие организуются, профсоюзы формируют свои цели для отставления собственных интересов, такие как сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы. Советы являются зародышем власти пролетариата, но им необходимо соорганизовываться по всей стране для того, чтобы завоевывать политическую власть. Иначе капиталистам легче бороться с каждым советом на предприятии по отдельности. Но без руководящей помощи партии этого добиться тяжело. Спасибо. Кто-нибудь хочет дополнить по этому вопросу? Ну, разве что. Дмитрий Максим, слушателем очного отделения, первого отделения Красного университета. Дополнить хотел вот что, что советы – это территориальная форма. Она складывается из забастовочных комитетов на предприятиях, но в итоге формируется совет, например, городской, Ленинград, рабочих Ленинграда, или там Свердловский и так далее. То есть понимание, что каждый совет на предприятии – это несколько неправильное, на мой взгляд. Понимание – на каждом предприятии есть забастовочный комитет, который организует посредственно все предприятие в забастовочной борьбе. А представители из этих забастовочных комитетов от каждого предприятия в городе, в районе, в городе, ну, в целом в городе, в области, собираются в единый совет, который уже определяет общую тактику и стратегию всей забастовочной борьбы и всей соответствующей воле пролетариата в этом городе, в этой области. Это у меня все. В данном случае вы рассматриваете советы именно как действующие органы в период еще в депутатуре буржуазии, потому что если говорить о советах уже как о органах власти советской, понятно, что тут речь и не идет о забастовочных комитетах, речь идет о депутатах, избранных от трудовых коллективов. Почему еще советы являются организационной формой именно диктатуры пролетариата? Потому что каждый депутат в совете, он представляет не самого себя, не какую-то группу, связанную частными интересами и даже не определенную территорию, а он представляет именно трудовой коллектив. Он является носителем и выразителем воли того коллектива, который его избрал. Именно поэтому изначально принципом выборов совета был принцип производственный. Действительно, как справедливо отметил наш товарищ, впервые советы возникли как органы забастовочной борьбы, и вы это также подтверждаете. И действительно, в последующем, несмотря на то, что в возрождении февральской революции сыграли, советов во время февральской революции сыграли большую роль политические партии, то есть это уже не было таким спонтанным движением, эту форму уже восприняли политические партии для того, чтобы создать орган власти, альтернативный орган власти, который в дальнейшем эту власть и завоевал. Что еще говорит о том, что советы являются организационной формой диктатуры именно пролетариата? Как что и в ответе на этот вопрос мы не можем не затронуть второй, собственно говоря, вопрос этого же варианта, это отличие советов от буржуазного парламента. Вот именно в этих отличиях и кроется та сущность советов, которые являются формой диктатуры именно пролетариата. В отличие от буржуазного парламента, который является диктатурой буржуазии. Пожалуйста, второй вопрос. Кто готов осветить? Готовы? Пожалуйста. Денис Павлович. Основное различие между советом и парламентом является возможность отзыва депутатов. От советов идет возможность как выставить депутата, который является рабочим, в отличие от парламента, где отстаиваются интересы буржуазии. Есть возможность отзыва депутатов. То есть, основное различие идет в том, что советы в большей степени состоят из рабочих, а парламент из представителей буржуазии. Ну, а если мы в историческом плане рассмотрим этот вопрос, у нас разве в России только советы были? Советы рабочих? Нет, советы рабочих и служащих. Только нет. Если мы возьмем, так сказать, период после февральской революции, какие советы еще формировали? Советы крестьян, да, солдатских депутатов, рабочих депутатов, совет крестьян, то есть, не только рабочие входили в советы. Изначально советы формируются не по территориальному, а вот это было интересно большинство, потому что солдаты... Вот все-таки, все это правильно, совершенно верно. Мы начали свой ответ именно уже с явления, советов как явления. А все-таки, правильнее, наверное, начинать с сущности. В чем сущностное отличие советов от буржуазного парламента? Что является критерием для выбора буржуазного парламента? Это финансовый ценз? Ну, то есть, только ценз, но это прямое, так сказать... Он базируется на власти капитала, да, выбора буржуазного парламента. И либо сами представители крупной буржуазии, либо они, так сказать, лоббируют своих выдвиженцев, да. То есть, буржуазный парламент формируется от чего? От буржуазных партий, которые выставляют, соответственно, интересы буржуазии, интересы капитала. И поэтому, конечно, в буржуазный парламент выборы происходят таким образом, что Тамос оказывается представителем правящего класса. Да? Да. Что писал Ингресс по этому поводу? Что раз в 4-5 лет, да, рабочий позволен избирать тех, кто будет в последующем представлять и подавлять их в парламенте, да? Интересы. Подавлять, не их интересы, а подавлять, представлять и подавлять, да? Вот таким образом это происходит. А что происходит при выборах в советы? Каким образом? Что? В облачах коллективов избирались. Да, на основании чего? Что является критерием для выборов в советы? Критериями... На что опирается депутат в совете? На интересы коллективов, которые вам представляют? Он опирается, прежде всего, на доверие, да, своего коллектива. И вот в этом его главная сила. Но мы знаем, опять-таки, из истории, что после февраля 1917 года состав Советов был какой? В основном какие партии были представлены в Совете? Ну, Мишевистская партия. Да, Сэр Мишевистский совет, например, да, большиняков было меньшинство. То есть, сама эта форма Совета, она еще не гарантирует полностью, что интересы проряда будут последовательно в них проводиться. Почему это происходит? Это происходит потому, что выборы, как и выборы в буржуарный парламент, происходят под воздействием идеологии господствующего класса. То есть, и в головах большинства трудящихся, в том числе и в предприятиях, заводах и фабриках, все равно господствует идеология неправитарства. То есть, завоевать большинство в Советах большевикам еще предстояло. Понятно, что действия самого буржуазного правительства, временного правительства, они толкали, так сказать, и показывали сущность вот этих партий. То есть, способствовали революционизации массы. Но, тем не менее, понадобилась большая работа для того, чтобы в Советах сменился состав депутатов. И вот то, с чего вы начали свой ответ, именно возможность отозвать депутата и заменить его на другого, причем это сделать сравнительно легко, значительно легче, чем это происходит при выборах в буржуазный парламент, если это вообще возможно в буржуазном парламенте. Именно это позволило осуществить вот эту ротацию, то есть, провести большинизацию Советов и в итоге обеспечить себе политическое превосходство над своими политическими противниками. Что еще можно сказать о, в отличие от Советов, так как они изначально создавались, в принципах, в отличие от буржуазного парламента. Буржуазный парламент, что еще? По коллективному признаку. Ну, это вы уже сказали, да, что выборы идут в основном по производственному признаку, хотя мы знаем, что это, скажем так, это был основной принцип, но не единственный. Потому что там, где было невозможно обеспечить выборы по производственному признаку, там выбирались советы, вплоть до того, чтобы выбирать по территории. То есть, это было возможно. Там, где нет, допустим, крупных предприятий, да, или в сельской местности, то явно, что там нет предприятий, там выбор шел от, там, несколько деревень, или, там, если крупная деревня, то, наоборот, несколько участков создавалось. Изучая историю Советов, мы видим, что достаточно гибкая эта форма и сама по себе при возникновении была достаточно гибкой. И, в общем-то, большевики ее использовали тоже достаточно гибко. Если мы вспомним, даже на протяжении 17-го года Владимир Ильич Ленин, он то ставил лозунг, да, так сказать, вся власть советом, то, наоборот. В тот период, когда Советы, Петросовет поддержал Временное правительство, значит, этот лозунг он предлагал снять. И в дальнейшем, после Октябрьской революции, также мы видим, что менялись принципы, менялся порядок выборов Советы, но до 36-го года все-таки основным принципом сохранялся принцип производственный. Принцип производственный. При этом, что еще можно сказать именно по порядку выборов? В отличие от буржуазного парламента, выборы в Советы происходят открытым голосованием, да, незакрытым. Открытое голосование. И выборы в руководящие органы советской власти, а если мы берем период классический, да, то есть до 36-го года, то есть это съезд советов, выборы непрямые. В основном в буржуазных парламентах, за редким, наверное, исключением, выборы происходят прямым образом. То есть голосуют за депутата, который проходит непосредственно парламент. Здесь происходит по этапам, то есть выборы прямые происходят только в Совет первого уровня, а дальше уже выборы происходят из членов, собственно говоря, из депутатов Советов более низкого уровня, в Совет более высокого уровня. Да, да, но это по организационной структуре, но это и отличие с другой стороны, да, то есть прямые и непрямые выборы. А что дает возможность, опять-таки, вот эта система ступенчатых выборов? Неважно, там одна, там две ступени или больше. А что обеспечивает вот такая ступенчатость выборов? На самом деле это обеспечивает возможность как раз отозвать депутата, отзыва, да? То есть с нижнего, так сказать, собрав тот коллектив, который избрал депутата, его можно отозвать с любого уровня. С любого уровня. Вот этот при прямом голосовании, это невозможно, потому что выбор происходит, прямые выборы происходят от очень большого числа, да? Из избирателей и обеспечить явку, так сказать, обеспечить кворум по территории или даже, ну, по предприятию сложнее сказать. Потому что понятно, что если это выборы в парламенте, число мест в парламенте всегда ограничено в любом, да? Точно так же и на съезде советов тоже ограничено. И понятно, что от каждого предприятия, даже от самого крупного, невозможно напрямую выбирать на съезд советов. Соответственно, все равно будет выбор от там совокупности коллективов. Если это прямые выборы, то, соответственно, возможность отозвать депутата, она, конечно, снижается при такой системе голосования. Кто еще может назвать отличия? Парламент представляет собой какую ветвь власти? Законодательная, да? А советы что? Парламент представляет собой, то есть она из-за законодательной власти. Да, то есть в советах осуществляется принцип совмещения властей. То есть они и законодательную власть представляют собой, и исполнительную власть в одном лице. А каким образом реализуется исполнительная власть в советах? Что совет избирает? Исполнительные комитеты. Да, исполнительные комитеты, совершенно верно. Советы всех уровней, они избирают из своего состава исполнительные комитеты. Включая центральный исполнительный комитет, да? Который и, собственно, и руководит, и осуществляет исполнительную власть. Но это вот то, что касается отличий по строению и по соединению двух ветвей власти. Еще, еще не все назвали отличия. Более широкий демократизм, да? То есть советы представляют собой более высокую ступень демократии по сравнению с парламентом. Ну, этому способствует то, о чем мы говорили. Это, во-первых, потому что выбор происходит из числа людей в коллективе или по представлению хотя бы коллектива. В выборах участвует максимальное количество людей. И, опять же, интересы, которые оставили депутат в совете, они представляют собой интересы. Большинство, а не меньшинство. Присаживайтесь. Кто-нибудь хочет еще дополнить по отличию советов от буржуазного парламента? Исчербались. Ну, избирательный совет идет снизу, опыта рабочих может в этом-то разница. Ну, избрание, да. Ну, это уже как бы вариация того, о чем мы уже говорили. А вот каким образом осуществляется единство власти? Каким образом осуществляется принцип демократического централизма в работе советов? Ведь мы говорили сейчас о широком демократизме, да, что вот избрание идет от большого числа людей, выборы происходят ступенчато, есть возможность отозвать депутата. Но, с другой стороны, это должно порождать такую вещь, как определенную автономность, да, независимость. То есть, вот вроде как совет избрали, и он никому не подчиняется. Каким образом? Все-таки для того, чтобы пролетариат мог осуществлять государственную власть, решения должны проводиться сверху Дуни. Если мы избрали верхний, так сказать, верховный орган, съезд советов, у него есть центральный исполнительный комитет. Каким образом решение вот этого съезда советов, центрального исполнительного комитета, каким образом они проводятся в жизни? Вроде как совет не должен, не подчиняется, да, или подчиняется все-таки. Но вот каким образом, каким образом, скажем так, как идет лестница вверх, мы разобрали, да, как попадают люди, а как осуществляется обратная связь? Ну вот, съезд советов принимает решение, там, или центральный исполнительный комитет, который тоже сочетает исполнительную и законодательную власть, вот он и сдает распоряжение, там, закон, декрет, указ. Каким образом? То есть, для этого надо вернуть депутата на место? Но через что, вот через какую, через какую структуру осуществляется исполнительная власть? Ну, исполнительная власть. Через исполкомы, ну для чего? То есть, исполкомы, они имеют двойное подчинение. Исполкомы. Они, с одной стороны, подчиняются совету, который их избрал. И, с другой стороны, они исполняются вышестоящему, вышестоящему исполнительному комитету. Исполнительный комитет, вышестоящему. Так осуществляется, так сказать, государственная власть. Потому что, если бы этого не было, да, то мы бы получили множество, так сказать, разрозненных, не связанных между собой каких-то образований. И ни о каком государстве речи бы могло идти. Подчиняются они, естественно, в рамках тех полномочий, которые определены законом. То есть, у совета каждого уровня есть вопросы те, которые он может решать. Там городской, на городском, районный, областной и так далее, на своем уровне. Но есть исполнительные комитеты более высокого уровня, которые решают, соответственно, вопросы более общие, более, так сказать, глобальные. И решение этих вопросов в виде законов, в виде распоряжения, оно спускается сверху и, соответственно, исполняется на местах. Вот таким образом это происходит. Депутаты продолжают работать на своих рабочих местах. Большая часть... Совершенно верно. Совершенно верно. Средний зарплат за время, когда они пугарские обязанности исполняют. Такую зарплату, которую свои рабочие есть. Вот это очень важно. Здесь два момента Степан Степанович осветил. Первый момент это то, что депутат не отрывается от своего коллектива. Потому что понятно, что как только человек перестал выполнять свои трудовые обязанности, то есть он перешел, фактически, вышел за пределы своего класса, и у него появляются совершенно другие интересы, которые могут в какой-то момент взять верх над интересами того коллектива, который он представляет, и того класса, из которого он вышел. Поэтому он не должен выходить полностью, да. Соответственно, депутат должен сочетать работу законодательную, работу в Совете и работу в своем трудовом коллективе. Это может по разной схеме осуществляться, в зависимости от уровня. Понятно, что если он избран в областной совет, он будет, может быть, затруднительно ему. Два раза в неделю участвует, это может быть на период, месяц, два месяца он работает в Совете и месяц у себя на предприятии. Вот такой вариант. Вот здесь варианты могут быть различные. И второй момент, это оплата, да, то есть оплата работы в Совете, она не должна превышать зарплаты средней зарплаты рабочего. Потому что, опять-таки, если зарплата будет выше, то создается привилегированное положение, и интересы уже начинают меняться. К сожалению. Ну вот мы, пожалуй, все, наверное, основные отличия разобрали от буржуазного парламента, Советов от буржуазного парламента, и отчасти уже затронули вопросы организационной структуры советской власти. Пожалуйста, кто готов, как говорится, от корки до корки рассказать, как она устроена? Вопрос, конечно, сам по себе не простой, потому что он как бы заключает в себе несколько вопросов и несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый вариант, это как в идеале должна быть устроена, да, то есть так, как она мыслилась Лениным, как должна, и как должна быть устроена советская власть. Второй вариант, это как она была устроена на самом деле, но и здесь, опять-таки, в разные периоды существования советской власти мы видим, что она тоже была по-разному устроена, да, то есть были варианты строения. Поэтому можно достаточно свободно на этот вопрос ответить, кто готов рассказать. Но я бы начал с того, как вообще, так сказать, она должна быть устроена для того, чтобы действительно являться организационной формой диктатуры пролетариата, осуществлять именно, действовать в интересах пролетариата. Первый вопрос, больше никто не готовил, первый вариант. Пожалуйста. Так, как виделось, это советы должны были подразделяться на два уровня. Это нижний уровень, да, или первый уровень, это местные советы, городские, поселковые, областные. Они имеют избирательные участки на предприятиях, тем самым постоянно подпитываясь рабочим классом и тем самым выражая волю рабочего класса. И второй уровень, это непосредственно Верховный съезд советов, это делегированные депутаты местных советов, собственно говоря, для принятия каких-то важных конституционных и прочих решений. Ну и, соответственно, выбор исполнительных комитетов, да, о которых мы уже говорили. Хорошо. Давайте, вот, прежде чем переходить к обсуждению второго варианта, я думаю, что, наверное, нам надо рассмотреть такой важный вопрос, как, что, скажем так, что препятствовало, что препятствовало, прошу прощения, реализации вот этой концепции советской власти, да, какие камни преткновения возникали на пути строительства советской власти, какие шаги, может быть, были сделаны, отчасти вынуждены, отчасти, они были продиктованы политическими соображениями, которые вот эту вот встроенную картинку искажали, нарушали, да, и с какого времени примерно это все могло начинаться? Да, то есть здесь первое и самое такое серьезное препятствие, это то, что страна-то была у нас аграрная, и основная масса населения была крестьянской. Они же были, условно говоря, мелко-буржуази. Ну, не условно, они на самом деле представляли собой мелкую буржуазию. Являясь большинством населения, естественно, они, ну, в советах прокалкали, скажем так, свою политику, ну, к буржуазам, и, соответственно, реакцией на это в итоге стало приведение коллективизации, то есть приведение также к трудовым коллективам насилия. Ну, здесь это вот такой спорный тезис, потому что, ну, наверное, то есть советы на селе, они сформировались, прям, скажем, они не были пролетарскими, да, и туда могли попадать, и попадали, собственно, ну, как минимум середняки, да, закон о выборах, он, или инструкция по выборам, она не давала, собственно говоря, кулакам туда проходить, но они могли также, так сказать, своих... Единомышленников, ну, единомышленников и своих протеже, да, потому что пролоббировать у них были все ресурсы. И денежные, так сказать, и принуждения, и долговые расписки, и так далее. То есть понятно, что советы могли становиться не пролетарскими вполне. Каким образом, вот что, как боролся, боролись большевики с этим? Что было еще на селе уже в 18-м году? Какие появились структуры, которые, скажем так, решали вопросы, помимо советов, отчасти? Комбеды, так называемые, да, то есть комитеты бедноты, куда объединяли явно, так сказать, бедняков, да? Мы первые коммунии создавались уже тогда, и у нас, наверное, комитеты бедноты, они же протекали коммуны. Ага. То есть, ну, еще не колхозы, но уже притечи. И следующий момент. В городах, там была, конечно, ситуация лучше, но если речь идет о крупных промышленных центрах, да, где есть крупные предприятия, то там действительно и пролетариат закаленный, так сказать, в революционной борьбе, и была возможность осуществить выборы таким образом, чтобы было большинство именно сторонников рабочего класса, да, в советах. Но, в общем-то, не везде это получалось, да, далеко мы знаем, и поэтому приходилось опираться еще на какую, на что опору проводить, помимо советов. Ну, и в конечном итоге, собственно говоря, сформировало советское государство. Это партийные органы, да? То есть, конечно, естественно, что если у вас советы, так сказать, пробуксовывают, и они не осуществляют политику государственную, да, значит, почему? Потому что в советы, как мы уже обсудили, попадают люди совершенно разные, да, с разными политическими убеждениями, и не связанные дисциплиной партии. Да, понятно, хорошо, что, так сказать, коллектив облег доверием, но, во-первых, и люди могли попадать, не, так сказать, ну вот, как, опять же, период после февральской революции, кто, так сказать, зажигать не скажет, тот и попал в совет поначалу, да. Соответственно, для того, чтобы советы работали, нужен был партийный контроль. Или прямое, так сказать, замещение в каких-то ситуациях функции советов партийными органами. Так, дальше что происходило еще с советами? Какой еще момент? Вот, когда мы говорили о том, как формируются советы, говорили о забастовочных комитетах, да. Ну, забастовочный комитет на период забастовки. А какие структуры были на предприятиях сформированы, которые действовали на постоянной основе, то есть не на период? Фабрично-заводские комитеты. Фабрично-заводские комитеты, да, то есть это тоже орган самоуправления, фактически, на предприятиях. Фабрично-заводские комитеты. Значит, что было сделано? То есть фабрично-заводские комитеты были распущены, да, и это тоже, конечно, подорвало основу совета. И, наконец, какой основной, так сказать, удар был нанесен по советам, когда это произошло, после чего мы, в общем-то, можем говорить о том, что как таковых советов, вот во всех, так сказать, проявлениях, да, уже не было в нашей стране. Это принятие Конституции 1936 года, совершенно верно. Что произошло в результате принятия этой Конституции? Какие основные черты, которые подорвали, скажем так, организационные основы советской власти? Выборы по территориям. Выбор по территориям, с одной стороны, да, то есть производственные, принцип сохранялся уже только на селе, фактически, да, потому что там территориальный признак совпадает с производственным, как правило. Но, опять же, мы знаем, что, да, есть сельские пролетарии, но, тем не менее, все-таки основная масса на селе. Ну, их уже ставили, уже там времени, уже значительно меньше, скажем. Ну, согласен, значительно меньше, но, тем не менее, человека нельзя, так сказать, переделать, да, мгновенно. Да, и вообще, практически невозможно. Нет, потому что значение этой массы совпадает. То есть, они по своему, скажем так, по положению своему, они уже не были мелкими буржуа, да, тут колхозник. Но сказать, что они вот в одночасье все сразу стали сознательными пролетариями, наверное, тоже не приходится. Что, следующий какой момент, что еще произошло? Ну, невозможность, как бы, точнее, усложнение процедурного отзыва. То есть, уже практически невозможность уже дошла. Да. И это... Еще какой момент существенный? Что произошло? То, что подавалось как расширение демократии, как... Ну, выборы стали тайны, конечно. Ну, и это отчасти тоже, да, что тайны... Но они не только тайными стали, они стали еще какими? Прямыми. Прямыми, хорошо. Что было отменено? Покажи. Что было при выборе в советы до 36-го года? И что стало? Зарплата. Нет, зарплата. Речь идет о выборах. О том, кто мог выбирать и кого можно было выбирать. А, выбирать. Конечно. Выбирать вообще. Да. То есть... Да. В отличие пролетарской демократии от демократии буржуазной тем, что она является... Ну, не вся буржуазная демократия, да, потому что в буржуазной демократии тоже в разные периоды там тоже были разные цензы. Там имущественный ценз, допустим. Там расовый ценз, гендерный, как теперь говорят. Женщины. По-моему, в некоторых странах до сих пор еще не могут голосовать только с разрешения мужа. Согласование. Вот. То есть, это были ограничения. Но, как такового классового ограничения по голосованию не было, да. То есть, ну... Вроде как выбрать вообще могут любого человека, если он не преступник, не умалишенный и достиг определенного возраста. Теоретически, да. На самом деле, конечно, если у тебя нет денежного мешка, нет капитала, нет, так сказать... Или ты не являешься ставленником этого капитала, соответственно, ты не можешь быть избранным, просто не пройдешь. Парнетарская демократия, она... Демократия ограниченная, да. То есть, она класса, она имеет классовый характер. Кто не мог выбирать? И кто не мог быть избранным, соответственно? Не являлся рабочим служащим? Ну, достаточно большой список. Почему вы могли? Нет. Речь шла о том, о... Тех, кто эксплуатировал чужой труд, да. Или эксплуатировал его, или служил в органах, там, там, нормерия, и так далее, да. То есть, был связан с самодержавым, с репрессивным аппаратом, да. Служители культа. Вот. То есть, достаточно, ну, так сказать, большой список влиятельных людей. Влиятельных, почему? Понятно, да. Да, потому что они обладали денежным, прежде всего, ресурсом. То они не могли избираться, и не могли быть избранными. По Конституции 1936 года все эти ограничения были отменены. Соответственно, вот эти представители прежние, да. Ну, почему они были? То есть, формальная причина понятна, что вроде как эксплуатации классов у нас не осталось. Кулаков нет, да, значит, хозяев, собственников предприятий и так далее нет. Вроде как все они теперь граждане большой страны, и, соответственно, могут участвовать, могут участвовать в выборах. Хорошо это или плохо? В сочетании с остальными, да, наверное, если бы сохранялся принцип производственной формирования, да, то есть, выбора по производственному признаку, наверное, это бы не нанесло большого такого, так сказать, вреда. Но вот в соединении с остальными всеми этими факторами, это, конечно, перерыв нанесло. Перерыв. Это я уже. Вред. Перерыв. Да. То есть, служащие диригенции избирали, что такое? Да, только они, конечно, они могли избираться. Если, ну опять-таки, какие служащие, если они там где-то... Чиновник, опять же, где? Смотря где он служил, в каком чине, так сказать, и так далее. Чиновник им избирать уже... А, ну лишний-то. Он мог избираться. Он теоретически мог, наверное. Только куда его могли избавиться? Он же, он уже на государственной службе. Нет, почему не плохо. Если человек живет своим трудом, почему он должен ограничиться? Другое дело, что там еще были разные нормы, то есть участки формировались по-разному. Для того, чтобы обеспечить именно преобладание рабочих в советах, то есть от меньшего количества рабочих избирались депутаты, чем, допустим, от крестьян. Но, тем не менее, если человек жил своим трудом или пользовался наемным трудом только в ограниченном количестве, то есть на период сбора урожая. Ну, как это вот в инструкции было прописано. Ну, даже если в старых минутах мы посмотрим, там, практиковалось, домработница, где-то наемный труд. Ну, как, нет, наемный труд, нет, подождите, вы не путайте. Домработница, понимаете? Домработница не находит... Домработница не создает стоимости. Каким образом добработница создает стоимость? Ну, ей же надо заплатить деньги. Ну, ей платят... Стоимость появилась просто немножко в другом месте. Она же идет непосредственно. А уже, вот, видите, там, повышенный заработок. Ну, если у вас штат, домработница, вы, так сказать, сдаете их в качестве клининга, да, вы эксплуат... А так это же... Нет, эксплуатация совершенно... Это эксплуатация. Где? Как эксплуатация? Если я не могу... А прибыль-то в чем? Нет. А прибыль-то в чем? А прибыль-то в чем? Нет. А прибыль-то в чем? Нет. Нет, почему? Эксплуатация в обществе в любом случае. Сначала я в том числе получил больше денег, чем в пуге, а потом решил потратить на то, чтобы на нет человека, чтобы он за меня функции какие-то нет. Может быть, вы выполняете сложный труд, так сказать, за который он платит больше... Да, это зависит от распределения вот этих... Да, это вопрос от распределения. Нет, но... Но прибыль-то в том, что вы эксплуатации... Да, ну вот она могла платить на древнее производство. Поэтому вы ее не эксплуатировать. Вы бы ее эксплуатировали, если бы ее сдавали соседу в наем, допустим. Если бы она ходила, там, убиралась... У соседя. Нет, подождите, подождите. Вы в политэкономическом плане должны трактовать, так сказать, эксплуатацию. Эксплуатация – это не ругательство. Потому что ваш ребенок тоже может сказать, когда вы просите убрать игрушки, что родители меня эксплуатируют всячески. Они заставляют мыть посуду, гулять с собакой и так далее. Создавать прибавочные... Но на самом деле, поскольку стоимость здесь не создается, здесь нет никакой эксплуатации. Я же не говорю о том, что эксплуатировать членов своей семьи – невозможно. То есть это одна семья. А то, что касается домработницы, ну, да это помощь. И понятно, что здесь идет перераспределение уже созданной стоимости. Но это, конечно, никакой не успокоится. Если ваша домработница, я говорю, что, допустим, вы ее там отправили к соседу убраться, сосед заплатил вам деньги, а вы часть оставили себе, а часть отдали добробойцу, вот тогда вы ее эксплуатируете. А здесь получается 100 рублей и, допустим, 30 рублей вы просто отдаете добробойцу за то, что она убирается. Здесь нет никакой эксплуатации. Вы же свои... Эксплуатация больше, в общем смысле... Деньги – это же просто поражение на Казминтово, время, которое нам не сэкономило, вот это просто дорога на самом деле. Это просто эффективность производства, когда то же самое, что есть там инженер, там, взаимодатель, и как далее. Ну, она тоже могла быть. Подождите. Ну, а у вас, где-то она нам пришла, вы здесь сроки и играли? Ну, да. Вы же здесь эти деньги заработали, значит, вы ее больше умеете, чем она, и она поэтому... В основном, проблема, что я умею, а ее вместо того, чтобы научить, я ее принуждаю. Подожди, пожалуйста. Кого не принуждаю? Ничего не нужно. Вы это делали. Ничего не нужно. Она пришла, значит, она считает, что ее трудом... Она пришла добровольно. Нет, ну, так молотали. У нас и сейчас так же, да. Все все добровольно, сами приходят. Никто никому ничего не должен. Естественно. Ну, хвост, ладно, ладно. Это такое дело. Другое дело, что с точки зрения морали, да, вот как бы... Ну, вы не совсем вписываете в хуманистическую мораль, наличие добровольности. Вообще никак не вписывается. Мораль. То есть в политэкономическом смысле это не является эксплуатацией. Но это говорит о том, что... С точки зрения, просто именно тех самых реальных возможностей и развития каждого человека это вообще никак. То есть никуда не годится. Нет, ну подождите. Если вы будете оплачивать еще два часа, там, на шесть часов будет у вас убираться, а два часа она будет... Читать капитал. Ну, как правило, я не знаю, может быть, есть, конечно, домарготинцы, которые работают непрерывно, как у станка, восемь часов. Обычная деятельность, наверное, все-таки такая, несколько более дискретная. Хотя, ну, смотря какая квартира там, какое хозяйство, сколько вы ей даете нагрузку. Другое дело, что понятно, что вот все то, о чем мы говорим, и то, что должно быть в идеале, все это так или иначе нарушалось. И вот эти вот все отклонения, скажем так, они накапливают... Ну, эти пережитки... Сознание еще одного людей. Сейчас снова стало... Сейчас уже роботы-пылесос. Все нормально. Нет, ну, дело в том, что, допустим, смотрите, вот у партийного руководства они, в общем-то, никуда и не девались, собственно говоря, да, но они могли числиться там в штате, не знаю, в аппарате управления как-то, да, вот на тех же, на тех же самых госдачах там и так далее. Они были все время. Чем была продиктована, на ваш взгляд, в чем была необходимость принятия Конституции 1936 года? Почему вот такое произошло расширение, изменение принципа выборов? Кто может свои соображения изложить по этому поводу? Ну, как, например, из краткого курса истории ВКПБ, там указывалось о том, что партия посчитала, что большую часть пережитков прошлого уже изжили, и мы входим в новую эру, где есть пролетариат, и все являются трудящимися, поэтому нет смысла делить на глаз уже непосредственно, и можно дать право избирать всем. Это вот там. А я также склоняюсь к тому, что это было, ну, поскольку было с момента революции известно, что будет война, просто когда это вопрос был. И готовясь к этой, готовясь с этой мыслью, я думаю, что это был акт просто сплотить народ посильнее перед, возможно, предстоящей войной. Поскольку если вступить в войну с жестким классовым разделением, то непонятно, к чему это может привести еще. Потому что опять-таки вот как сказали, в сельской местности. В каком классовом разделении мы говорим в 36-м году? Я бы еще добавил, что это было наверное в части, скажем так, таким актам пропаганды. Но они понимают, что Советский Союз тоже не сам себе жил в собственном соколе. Он вокруг многих других стран, с которыми приходится общаться. И это как раз поступало в роли подтверждения, потому что социализм построен этот класс уничтожен. И соответственно мы доведем на то, что у нас собственно говоря не остается население пораженным правом. То есть как бы это такое в том числе мы будем с этим связаны. В том числе может быть и это было также от пропаганды в связи с предстоящей возможно войной. Для того, чтобы показать трудящимся остальных стран, потому что демократия вполне себе в Советском Союзе пораженного права уже нет. все эти соображения да, они так или иначе действительно излагаются в литературе и если мы посмотрим, что в общем отчасти да, отчасти эти задачи были достигнуты. но самое главное, что мы должны всегда различать то, что декларируется и то, что те скрытые побудительные мотивы, которые стоят за теми или иными решениями. Вот о них мы можем только косвенно судить и судить можем в большей степени по результатам. То есть фактически что произошло в результате такого вроде с одной стороны более широкий демократизм, да, тайное голосование, прямые выборы, расширение избирательного пула. По сути дела это переход к парламентаризму. А мы знаем, что парламентаризм служит для чего собственно говоря. То есть он что делает? Ну возможно в рамках парламентаризма переход допустим власти к пролетариату. Невозможно, да? То есть это такая консервативная форма управления, которая оберегает власть тех, кто находится уже у власти. И мы видим, что по факту произошло укрепление центральной власти. Этого ядра правящего, который ближайшего окружения Сталина и верхушки коммунистической партии. То есть по сути дела это был такой акт направленный на укрепление государственной власти. Другое дело, что в результате этого власть укрепилась, власть в большей степени сосредоточилась именно в руках партии, но советы утратили связь с рабочим классом. И это создало предпосылки для дальнейших событий, то, что произошло после смерти Сталина в период хрущевский правления Хрущева. То есть когда партия сосредотачивает в руках власть полностью и она уже не укоренена в рабочем классе, интересы которые она представляет, достаточно для того, чтобы верхушка партии, правящая верхушка изменила рабочему классу, перевернула весь этот механизм для того, чтобы вся государственная машина начала работать в обратную сторону. Работать в сторону реставрации капитализма. Понятно, что в предвоенные годы это действительно было важно укрепить. Другое дело, что после войны возврата к прежнему пролетарской демократии не произошло. К сожалению. поскольку мы уже заговорили о партии, надо рассмотреть не по порядку, но вот вопрос из второго варианта, это роль партии рабочего класса в формировании Совета. Кто-нибудь готов осветить? Нет, готов, но есть вопрос вкратце. мы обеспечиваем допустим смену Совета, то мы можем обеспечить партию, то вопрос как обеспечить смену партии. То есть проблема уже началась с этого. Именно партия все равно подняла по себе Совета. именно причина в том, что сменяемости в партии не было. Ну, на самом деле, то есть мы должны это осознать. Как обеспечить смену партии для того, чтобы система Советской власти снова не скатилась? Дело в том, что смена в партии осуществляется принципами организационного строения самой партии. То есть если в партии последовательно проводится принцип демократического централизма, то собственно говоря, с любого поста опять-таки партийного решением соответствующего руководящего органа партии любой член партии может быть отозван. То есть то же самое и секретарь, даже генеральный секретарь, он там пленовом ЦК или ЦК может быть переизбран. И все. И лишиться, так сказать. и так далее. То есть с любого уровня. Поэтому здесь важно, чтобы именно организационная партия была устроена таким образом, так же, как, собственно говоря, и советы, чтобы была возможность отозвать человека с любого поста. Хотя это тоже создает определенные риски, партия, соответственно. И надо сказать, что члены партии, они тоже, в общем-то, люди, да, и, так сказать, никто не хочет находиться в подвешенном состоянии. Поэтому это все время вот это идет внутри партийная борьба. С одной стороны, для того, чтобы обеспечить главенство тех, кто уже руководит, с другой стороны, так сказать, те, кто молодая, что называется, порсель в партии, они тоже стремятся занять руководящие посты. Рецепта универсального какого-то нет, к сожалению. Здесь необходимо, чтобы рабочий класс контролировал в том числе и свою партию. Если в партии рабочий класс не обладает решающим голосом, значит, эта партия рано или поздно она, скорее всего, сойдется. пролетарских позиций, к сожалению. Вот, значит, другой момент, который тоже важен, это партия не должна подменять собой органы государственного управления полностью. И, в принципе, вот эту реформу после войны Иосиф Сталин замыслил и начал проводить в жизни, но не успел реализовать. все-таки партия должна заниматься вопросами идеологии в основном, да, вопросами там кадровыми, но вопросами хозяйственными, вопросами, так сказать, на местах должны заниматься органы государственного управления. партия партия не должна подменять полностью с собой государственную параду. Если она срастается с ним, то, соответственно, их интересы тоже начинают совпадать и в конечном итоге получается то, что получилось. То, что получилось, к сожалению. Вот без партии все равно не обойтись, как мы видим. И это видно, опять-таки, из истории. Первые советы, они тоже возникли. Понятно, что это забастовочная борьба, это, так сказать, ивановские ткачи, но Российская социал-демократическая партия сыграла важную роль, конечно, в формировании Совета первого и в том, что этот Совет, в том числе, и выдвинул политические требования. Без этого невозможно. При возрождении Советов, как мы уже говорили, партии здесь сыграли ключевую роль, собственно говоря, Петросовет так создавался. И для того, чтобы Советы стали, так сказать, органами власти, смогли завоевать власть, опять-таки, здесь без партии не обошлось. Без партии. Поэтому, конечно, здесь два момента. Первое, партия рабочего класса, она должна, конечно, изучать опыт, пропагандировать опыт Советов и организовывать Советы, способствовать организации Советов. Это то, что касается работы партии и ее основной задачей соединения научного социализма с рабочим движением. Поскольку другой организационной формы диктатуры пролетариата, кроме Советов, пока мы не знаем, соответственно, партия должна заниматься организацией, если это партия рабочего класса. С одной стороны, с другой стороны, в самих Советах, конечно, костяк Советов должны составлять члены партии, члены партии, потому что они связаны, во-первых, это люди, по крайней мере, в период формирования, еще при капитализме, наиболее идейные, наиболее последовательные борцы из отдела рабочего класса и люди, связанные партийной дисциплиной. Они могут стать ядром для формирования Советов. Ну и в последующем тоже, конечно, работать в Советах, но каким образом? Конечно, опираясь на авторитет свой и на доверие, не просто на принадлежность к партии, не какой-то административный ресурс, а именно на авторитет и на то, что они пользуются доверием в своем коллективе. Таким образом. К сожалению, мы рассмотрели сегодня вопрос, как произошло, какие факторы повлияли на разрушение системы Советов и фактически переход от советской власти к парламентаризму. Мы знаем, что происходило дальше, происходило после измены верхушки партии, начался переходный период, который завершился реставрацией капитализма. Сейчас перед нами стоит задача возрождения Советов. То есть процесс начинается заново фактически. Поэтому мы должны понимать, какие есть предпосылки возрождения Советов. Кто готов осветить этот вопрос? Сегодня в принципе мы эти вопросы все рассмотрели. Сейчас осталось только просуммировать. Первая группа предпосылок это предпосылки исторические. То, что Советы были созданы в нашей стране впервые. Они были вновь воссозданы через 12 лет после своего возникновения. Они сыграли решающую роль в осуществлении пролетарской революции. И собственно говоря в весь период построения социализма в нашей стране тоже играли решающую роль. Поэтому есть исторический опыт, который нужно изучать. В том числе и негативные факторы, которые сказались на деятельности Советов. А вторая группа предпосылок это теоретические. Потому что мы знаем, что складывалась система советской власти во многом стихийно. Не было теоретического обоснования. хотя теоретическое обоснование появлялось из жизни, что называется. То есть анализ, который проводил Владимир Ильич, анализируя работу фактическую, как это все создавалось, как это работало. Сейчас конечно мы уже имеем представление, имеем теорию, понимаем, что советы должны быть укоренены именно в трудовых коллективах, поэтому это теоретические предпосылки, теоретические, логические предпосылки. Ну и то, что касается предпосылок практических, то по практическим предпосылкам сейчас с ними наверное самое сложное. потому что даже если мы возьмем период, когда писалась книга Советы как форма диктатуры пролетарата, забастовочная борьба шла более активно. Сейчас конечно говорить о том, что идет активная именно и активная забастовочная борьба не приходится. Забастовки есть, они регистрируются, но их немного, то есть они не так на слуху. Кажем так, а правильно оформленных забастовок совсем мало. В основном это идет приостановка работы, либо какие-то стихийные выступления, которые в общем-то не могут привести к каким-то значимым результатам и к значительному улучшению положения работников данного предприятия. Это в большей степени реакция на притеснение, на лишение заработной платы и так далее. То, что происходит со стороны буржуазии. Но, тем не менее, борьба идет. Наступление капитала на труд продолжается. и мы видим, что тенденция в этом плане сохраняется. То есть, несмотря на то, что растет производительность труда, тем не менее, нет ни сокращения рабочего дня, ни роста заработной платы, наоборот, под предлогом кризиса и разных других явлений. Заработную плату стремятся урезать. сократить, не доплатить, не выплатить тем или иным способом. Ну и, безусловно, идет повышение цены постоянно. Повышение цены тоже, в общем-то, форма урезания заработной платы. Только не в масштабах одного предприятия, а в целом, так сказать, у всех трудящихся. И увеличивается время, рабочее время, в том числе удлинение пенсионного, увеличение пенсионного возраста. Это, по сути дела, увеличение периода работы. По сути дела. Вот таким образом. То есть, есть, как говорится, проблемы, которые необходимо решать. Есть повод для защиты своих трудовых интересов. забастовок. есть необходимость формирования забастовочных комитетов и в том числе проведения забастовок для того, чтобы отстоять свои интересы, свои требования к работодателю. оптимально, конечно, если это все оформляется коллективным договором, потому что это дает возможность закрепить, достигнуть, это не просто какое-то отдельное соглашение, но решить этот вопрос, так сказать, комплексно. и нужно создавать организации, рабочие организации. Ну, если взять, например, то, что мы сейчас говорим, это экономические требования, то есть фактически там через забастовки, через профсоюзи, а если идти законным путем к этим забастовкам, во-первых, это всего лишь экономические требования, а во-вторых, сами законные методы там подразумевают выделение вот как раз этих активистов, не работающих единиц, то есть уже такой заведомо небольшой подкоп идет этих активистов, то есть они выводят как бы на решать эти вопросы все, они получают оплату, уже не работают, то есть это такая вот такая лопушка, которая в общем-то все равно сжигает это постепенно просто не вязать во-первых, конечно, во-первых, и самое главное, все равно остается во-первых, требование только экономические, и второй момент, то что крупных производств реально все-таки очень мало, то есть основная масса производства небольших у нас сейчас, и там как раз-таки как правило никакую забастовку по законным методам провести фактически невозможно, потому что, условно говоря, там будет 5-10-20 рабочих, отмем 100-200 человек в офисе, то есть собрать 50% коллектива это невозможно, насколько я понимаю, просто, ну, никаким образом, поэтому здесь скорее предпосылкой в зажателе было бы объединение как раз-таки по отраслям вот этих небольших организаций, именно рабочих по прямым по отраслям право-деятельности либо по территориальному признану вот это было бы более, так сказать, я понял, да, больше, о чем вы говорите. дало возможность бороться людям именно в этом секторе, ну, как раз большинство экономики сейчас на самом деле не крупные, да, крупные на самом деле конечно, производства конечно нет. Дело в том, что не о товарном производстве это тоже речь на самом деле. Ну, во-первых, это спорно, да, что у нас основную массу стоимости сейчас создает мелкое производство. Если взять добывающие отрасли, они у нас ведущие все-таки, да, сейчас, ведущие, другое дело, что они работают вахтовым, понятно, но не везде вахтовые, вахтовые это там, где особо тяжелые условия труда, да, это там газ, нефть, вот, но что касается добычи других полезных ископаемых, то там вполне есть сложившиеся трудовые коллективы и с достаточно активными профсоюзами, в том числе в горнодобывающие отрасли, которые имеют свою позицию, вот, и она, скажем так, готова отстаивать и отстаивает интересы работников. Другое дело, что вы правы в том плане, что есть отрасли, есть предприятия, на которых сложно организоваться, и здесь выходом может быть создание в том числе отраслевых профсоюзов, которые охватывали бы сотрудников работников данной отрасли, но не по формальному признаку, а по именно признаку организационному, то есть для этого немножко, скажем так, необходимо изменение законодательства, потому что вы не можете, допустим, как в Германии объявить забастовку на всех предприятиях данной отрасли, да, или данной компании, просто по, так сказать, по письму из профсоюзного органа, это невозможно, да, сделать, поэтому сейчас речь идет о том, что необходимо организовать борьбу за интересы рабочих именно на сохранившихся крупных предприятиях, на работающих предприятиях, тех, где есть крупные коллективы, где, собственно говоря, и находится промышленный, заводской, фабрично-заводской, городской пролетариат. вот с него надо начинать. Это, в конце концов, это должны быть такие ядра кристаллизации, для того, чтобы к ним уже могли присоединяться, все равно должен кто-то начать, не бывает, как мировая революция, не начнется сразу одновременно во всех странах. Также здесь работа должна начинаться там, где она, скажем так, может идти, там, где уже есть организация, где рабочие организованы производственным процессом, и, соответственно, где необходимо проявить волю для того, чтобы начать отстаивать интересы свои и своих товарищей. С этим проблема. Да, даже крупные производства, они все равно зачастую юридически разделены. Грубо говоря, можно думать, что это одно какое-то предприятие, а в реальной структуре их там десять, и они между собой это мало собственно занимаются. Есть, конечно, есть разного рода препятствия, да, и действующий трудовой кодекс, он, в общем-то, и так сказать затрудняет каждый цех отдельное предприятие, каждый продет свое волу. Ну, хотя бы в рамках одного цеха это возможно, наверное, объединиться и начать решать эти вопросы. К этому цеху уже кто-то кто-то должен начать. Понимаете, всегда причина, вот с чем сталкиваются, скажем так, наши товарищи, когда они начинают на своих предприятиях борьбу, поначалу, горой все, тогда мы за тебя, там и все, там и давай, мы горы свернем, все, все недовольные и страшно, все готовы, все там. Потом начинается одного вызвали к начальству, второго вызвали к начальству, одному сказали, так сказать, кому пригрозили, кому что-то пообещали, ну чаще даже особо ничего не надо делать начальству сейчас, просто вот косо посмотрели, что называется, или одного там показательно как-то там уволили, и все, и все остальные затихарились, так сказать, проблема внутри людей на самом деле, понимаете, поэтому понятно, что людям есть что терять в большей степени, допустим, чем это было в начале прошлого века, чтобы там не говорили, а жить, жить, конечно, люди стали лучше, тем не менее, и да, вот то, мало, так сказать, что люди имеют, они не хотят потерять, а тогда, когда наступает край, уже, собственно, и бороться не с кем, вот предприятие завтра закрывается, зарплату уже полгода не платили, что нам делать, ну давайте вот будем президенту записывать видеообращения, писать письма, и так далее, а что уже сделаешь, уже ничего не сделаешь, все уже сделано, к сожалению, и эта ситуация повторяется снова и снова, то есть тогда, когда начинается, так сказать, когда с той же, с той же самой невыплатой заработной платы, люди там год не получают, несколько месяцев, и продолжают работать, тем не менее, как, на что живут, я не могу себе представить, но тем не менее, хотя можно приостановить работу, но чаще ситуация следующая получается, потому что идут на сделку с работодателем, зарплата, вот мы в договоре запишем там 11 тысяч тебе заработную плату, а на руки еще будешь получать 50, дополнительно, да, нигде, так сказать, вот джентльменская договоренность, потом отработали, и получается, что по 11 тысяч получали регулярно, а вот эти вот 50, это все в долг идет, и собственно говоря, дальше это джентльменское соглашение, а работодатель оказался не джентльмен, и все это, что устно было оговоренное, он не выплачивает, и вроде как с каждым получается, что с каждым договорились, что да, вот так вот будем платить, и все согласны, с одной стороны, вроде тебе тоже хорошо, там 13 процентов не платишь, но ты-то не плачешь 13, а работодатель 35 не платят, процентов, все время люди входят в положение работодателей, а иначе все развалится, ничего там, вообще никакой, ни зарплаты не будет, ни так далее, ну хорошо, ладно, допустим, вот вы собрались на вахту, договорились, таким образом, ну дальше-то что вам мешает поменять, вот вы уже все вместе, вы работаете, ну соберитесь и пойдите к работодателю, скажите, а мы хотим, чтобы эту зарплату нам, которую вы нам обещали, вы ее внесли в договор в дополнительном соглашении, а иначе мы там работать не будем, или будем работать на 11 тысяч ровно, сколько вы там написали, нам расценку 300 в час, 300 в час платим, вот на 11 тысяч в месяц, все, а дальше, а дальше извините, ну здесь разные варианты, там, либо, так сказать, там, пробить себе еженедельную выплату заработанный план, с теми же вахтами там получается следующая ситуация, что люди заканчиваются вахта, а оказывается, они вообще договор еще не подписали, вообще никакого, даже на эти официальные деньги, вот пожалуйста ролик ходит с ГСИ, с НЕМО, с каким там, там еще субподрядчик был, то есть просто люди отработали три месяца, смена закончилась, он спрашивает, да вот он вам не платит, я тому все заплатил, я ему все заплатил, а он вам не платит, а где ваши договора, ой, мы не подписали, ну все потом, 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 ну как так можно, взрослые люди все, это одна, другой вариант, все подписали, смена заканчивается, вахта, да, людям надо уезжать, а зарплата будет только через две недели, или через три, как хочешь так, люди некоторые уезжают, так они дождавшись просто, просто, кто-то остается, ждет, а если ты уехал, ты ее точно не получишь, если остался, может быть получишь, так опять же, ты же все отработал, почему, если это вахтовый метод, как вы так договариваетесь, что вам зарплату платят после окончания вахты, срок, договор закончился, вам должны полностью его оплатить, если это сразу, да, понятно, что договор идет каждого, там, отдельно с работодателя, но потом, вы, ребята, вы уже все встретились, так сказать, работаете, уже коллектив сложился, пусть он на три месяца сложился, уже можно дать какой-то отпор работодателю, но для этого нужно подумать не только о себе, но и о том, что, вернее, даже о себе, если подумать, но понять, что в одиночку этот вопрос не решить, а получается, что каждый надеется, что он решит этот вопрос в одиночку, вот ему повезет именно, вот кому-то, это, получается, чисто вот пирамида, да, так же, как и в МММ в свое время, успеем, мы точно успеем деньги свои вытащить, так и здесь, нам он точно заплатит, пусть он там у него долгов, уже там, там, 21 суд, там, миллионы долгов, он постоянно судится, все время кому-то не доплачивает, но мы к нему все равно пойдем работать, и нам он точно заплатит, почему, непонятно, и не платит, естественно, поэтому, думайте, вот раньше, что, когда не было трудового законодательства, что, забастовки не устраивали? Да все забастовки были нелегальными, при царской власти, при самодержавии, а что, не решали люди свои экономические вопросы, те же самые артели, ну, так приходит наниматься артель, одно дело, приходит один человек наниматься, или приходит артель наниматься, вот артель электриков, допустим, сколотили, нанимайтесь вместе, и, так сказать, хотите, мы все вместе, вот на таких условиях, не хотите, ну, как хотите, бегайте за нами потом, разные вопросы, разные, так сказать, способы самоорганизации, все это надо использовать, смекалку, было бы, так сказать, желание и воля к этому, предпосылки, предпосылки, что у нас есть похожее на совет в России, есть что-то похожее, какие-то советы, какие-то советы есть, представители различных коллективов, коллективов, которые, в том числе, борющихся коллективов, но и в первую очередь должны быть, да, так сказать, люди, которые представляют не себя, любимого коллектива свой, есть в России такая организация, такое место. Российский комитет рабочих? Конечно, Российский комитет рабочих есть, где два раза в год в Нижнем Новгороде собираются представители рабочих коллективов, приезжают люди с направлением от своего коллектива либо от профорганизации, встречаются, обсуждают вопросы. Конечно, там в основном стоят вопросы экономической борьбы, но это азбука, это, так сказать, азы, это начало. Без прохождения этого этапа невозможно двигаться дальше. Для того, чтобы выдвигать политические какие-то требования, необходима забастовочная борьба. если нет забастовки, а забастовка на сегодняшний день возможна только по экономическим требованиям, да, так сказать, на основании процедуры коллективного трудового спора. Поэтому, если люди этот путь не прошли, то ни о каком движении дальше, собственно, говорить не приходится. Вот, поэтому Российский комитет рабочих это та площадка, где люди встречаются, представители своих коллективов, обмениваются опытом, вырабатывают тактику, так, как нужно дальше, так сказать, бороться за свои трудовые интересы. Это вопросы оплаты труда, это вопросы норм труда, это вопросы времени труда и отдыха, это вопросы охраны труда, условий, в том числе спецоценки, которая сейчас очень больно ударила по представителям самых разных профессий. Каким образом, так сказать, как должен действовать профсоюз при проведении спецоценки, каким образом добиваться повышения заработной платы, сокращение рабочего времени. Это вопросы насущные, эти вопросы касаются всех трудящихся, и вот Российский комитет рабочих как раз этими вопросами и занимается. Деятельность Российского комитета рабочих освещается широко, в том числе Ленру, в том числе видеоканалом Фонда рабочей академии. Материалы публикуются в газете «Народная правда», в том числе и в самой «Народной правде», и в спецвыпусках «За рабочее дело», размещаются на сайтах и так далее. Можно познакомиться и с предыдущими материалами, ну и смотреть, так сказать. А самое главное нужно участвовать, особенно если у вас на предприятии идет борьба за заключение коллективного договора, если есть особенно какие-то успехи, есть чем поделиться, то, конечно, нужно приезжать в Нижний Новгород. Вся информация размещена на сайте Рабочей партии России, Фонда Рабочей Академии, на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии и в наших газетах, в наших газетах «За рабочее дело» и «Народная правда». Так, ну вот предпосылки мы рассмотрели, у нас остался последний вопрос под занавес. Это советы как высшая форма демократии и отмирания государства. Кто готов этот вопрос осветить? Почему советы являются высшей формой демократии? Ну, поскольку это демократия большинства, демократия меньшинства, а не обратно. И поскольку, как было сказано, что рабочий класс должен осуществлять свою диктатуру до полного уничтожения классов, то есть до полного коммунизма. А при отмирании классов умрет и всякое государство, ибо оно будет не нужно, как собственно машина для подавления и проведения воли правящего класса. Ну, а советы как форма именно устойчивой формы пролетариата, что показало данном истории, в отличие от, например, Парижской коммуны, все-таки советы именно продержалось намного дольше. Вот. Именно у нее, у советов есть возможность для построения, для продвижения коммунизма и отмирания самого, самих классов. Я больше сказал, что высшая форма демократии не только потому, что большинство представляет, но и защищает интересы каждого учебного опыта. На самом деле опыта самогонна. И отрицание государства будет заключаться в том, что с ростом самосознания людей многие функции государства начнут отмирать. Соответственно, будет сокращаться в чиновничный аппарат и надзор государства над гражданами. Соответственно, заключается самосознания. То есть, условно говоря, каждый человек должен со временем стать сам себе государством. Спасибо. Что касается советов, то, как мы видели из сегодняшнего рассмотрения, ну и вообще, так сказать, по сути своей, они соединяют себе принцип государственной власти и принцип самоорганизации, самоуправления. Соответственно, вот этот принцип самоорганизации, самоуправления, он будет сохраняться, потому что может не быть государственной власти, но необходимость управления, она все равно сохраняется. Что касается отмирания государства, то государство отмирает или, правильно сказать, засыпает не по чьей-то указке, не по какому-то распоряжению. и происходит это в результате действительно тех изменений в сознании людей, которые происходят в результате жизни при определенном общественном строе, когда общественные интересы выше личных, когда производство, целью производства является достижение всеобщего благосостояния, полного всестороннего развития каждого члена общества. И вот именно это всестороннее свободное развитие каждого члена общества, оно делает постепенно ненужным принуждение. создание, когда труд из обязанности превращается в привычку и в культурную необходимость для каждого человека. это дело очень долгое. Кроме того, необходимо учитывать, что отмирание государства возможно только во всемирном масштабе, потому что пока сохраняется капиталистическое окружение, пока сохраняется риск реставрации капитализма, в том числе и внешняя угроза, в том числе и через реализацию интересов капитала через внутренних агентов. То есть в социалистической стране может не быть своего капитала, но тем не менее не надо забывать, что со стороны капиталистического окружения до тех пор, пока там не победит пролетарская революция в капиталистических странах, всегда будут попытки восстановить капитализм. Это неизбежно. Поэтому конечно никакой речи об отмирании государства в рамках отдельно взятой страны говорить не приходится. Это отмирание может привести только к одному, то, что государство перестанет существовать. Поэтому пока существуют разные государства с разным общественным строем, конечно, государство сохраняется, в том числе и выполняя важную такую важную функцию, как защита от внешних врагов. Ну и конечно, если речь идет о пролетарском государстве, то здесь необходимо для того, чтобы, как писали классики, должен предохраняться от того, чтобы государство от перерождения от своего собственного государства. к сожалению, мы видим на истории Советов, что это возможно. Чтобы этого не было, необходимо следовать принципам построения Советов, ну и конечно, учитывать исторический опыт. Я думаю, что мы достаточно подробно сегодня разобрали все вопросы. Если какие-то вопросы остались еще, тогда благодарю за внимание и еще раз приглашаю представителей трудовых коллективов на Российский комитет рабочих. Спасибо. Спасибо.